Девушки отдыхают Это с передовыми технологиями в сфере автопилотирования И в целом я бы хотел рассказать о том, как мы уже буквально завтра Пересядем на летающий личный транспорт и навсегда забудем про наши и без того плохие дороги Ну, с чего все, собственно говоря, начиналось в 1895 году Один из величайших физиков того времени, президент Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе Уильям Томпсон заявил, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны Это противоречит здравому смыслу Да А так? Да, вообще хорошо Ну ладно Сейчас Не тянется Но я буду стараться говорить здесь Так вот, в 1895 году было сделано заявление о том, что аппараты тяжелее воздуха невозможны И заявление на тот момент выглядело вполне себе разумным, потому что его сделал очень уважаемый человек Вот Но уже через 8 лет В 1903 году в воздух поднимается первый летательный аппарат Который был намного тяжелее воздуха Назывался он «Флайер-1» и сконструировал его братья Райт Так наступил век летательных аппаратов Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и сейчас Когда многие говорят, что личный воздушный транспорт невозможен Это противоречит здравому смыслу Однако, как вскоре вы узнаете, личный воздушный транспорт уже существует И выполняет свои первые полеты Как некогда ранее впервые взлетели братья Райт Разберем несколько типов летательных аппаратов Первое, что приходит в голову, это мультироторные системы Почему не вертолеты? Вертолеты имеют очень сложную конструкцию Там очень сложная механизация, очень много систем контроля Сложнейшая электроника и механика Также они крайне сложны в обслуживании И делать это может только высококвалифицированный специалист Не говоря уже про капитальный ремонт Замену каких-нибудь механических элементов и так далее Мультикоптер это крайне простое в использовании устройство Которое состоит всего лишь из электродвигателя Регулятора скорости, аккумулятора и автопилота В основном все узлы, которые необходимы для полета Это двигатель и контроллер То есть больше никакой там механизации нет Типа автомата, перекоса и так далее Ну и соответственно Такие аппараты, они очень просты в обслуживании Потому что достаточно просто своевременно смазывают двигатели И все Еще одно преимущество мультироторных систем перед классическими вертолетами Это непроизойденная маневренность и отзывчивость при управлении Также они намного безопаснее при эксплуатации По сравнению с обычными вертолетами Ведь при отказе одного из двигателей Система ту же диагностирует проблему И перестроит алгоритм управления с учетом отказа Таким образом исключается жестко аварийная посадка При отказе до трех двигателей одновременно Также мультиротор позволяет совершать взлет и посадку Грубо говоря с парковки или с заднего двора вашего дома По размерам же такие двигательные аппараты На данный момент времени чуть больше классического автомобиля И поэтому их можно держать в гараже, грубо говоря На сегодняшний день существует более 200 проектов по всему миру По проектированию личных воздушных транспортных средств И передовая компания в этом плане это Еханг Я запущу небольшой ролик и буду постепенно варить Проект компании Еханг ранее известен своей разработкой Хоус-дрон предоставлен на выставке CES 2016 года Дрон под названием 184 Один человек, восемь двигателей, четыре руки Который, по словам разработчиков, сможет отвозить пользователей На работу за покупками, к друзьям и так далее Крупногабаритный летательный аппарат Выдерживает до 118 килограмм веса Что сродни с весом двух людей Либо одного человека Плюс какие-то там вещи Он создан для перелетов на расстояние до 16 километров Со скоростью свыше 150 километров в час Еханг на сегодняшний день Уже сделал более сотни вылетов в тестовом режиме И сейчас решается вопрос о разрешении перевозки человека И уже до конца года данный стартап планирует Совершить первый коммерческий вылет по перевозке человека Ну, тут они показывают небольшую историю о создании аппарата Как они пришли к такой идее Вот это первый прототип Так сказать, платформа, на которой они отрабатывали свой автопилот В течение последних двух лет Это первый тестовый взлет с манекеном Который они выполнили относительно недавно Тест прошел успешно И они приступили к сборке, собственно говоря, своего целевого аппарата Это стенд для стресс-теста двигателя Ну, и тут показывается сама технология сборки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достижение этой компании заключается в том, что они смогли сделать систему автопилотирования настолько простой, что для управления этим аппаратом Навыки пилота или диспетчера абсолютно не требуются То есть человек садится в аппарат Задает маршрут И, грубо говоря, все Машина сама все за него делает Аппарат сам сообщает в диспетчерский центр о планированном маршруте И ему приходит ответ у диспетчера, на какой безопасной высоте аппарат может продолжать движение Коптеры, это, конечно, замечательно, но у нас есть проблемы Реальных ситуаций, то есть когда мы стоим в пробке В очень-очень большой пробке И каждый из нас, наверное, думал Вот бы сейчас нажать на кнопку, раскрыть крылья, да, и полететь И добраться до места вовремя, не стоять в этой всей волоките Примерно так и подумала словацкая компания Аэромобиль И сделали настоящую летающую машину Аэромобиль был презентован в 2014 году И на сегодняшний день выпущено пять экспериментальных машин Частная компания планирует начать серийное производство уже в середине следующего года И на данный момент это один из наиболее совершенных образцов летающих авто в мире Технические характеристики Аэромобиля также максимально пригодны для простого регулярного использования обычным человеком В качестве силового агрегата предлагается австрийский четырехцилиндровый оппозитник Rotex E912 Его преимущество в том, что он работает на обычном автомобильном 95 или 92 бензине И поэтому он так просто в эксплуатации В автомобильном режиме он потребляет порядка восьми лет 15 литров на 100 километров Разгоняем машину до 160 километров в час В самолетном режиме он потребляет порядка 15 литров на 100 километров И разгоняет машину от 200 до 300 километров в час Крылья при движении по земле, разумеется, сложно Габариты составляют всего лишь в длину 6 метров, а в ширину 2,5 метра Что вполне укладывается в стандартные парковочные места Его можно припарковать в гараже Грубо говоря, это братья Райт нашего времени Это первый автомобиль с крыльями, который поднялся в воздух и который был выпущен в серию Компания обещает наладить выпуск мелкой серии до 20 машин в год Уже в 2021 году, но оставить предзаказ можно уже сейчас Стоимость в районе 300 тысяч долларов Вся прелесть данного авто, что вы можете из своего города улететь до 1000 километров В любой другой приземлиться и не искать такси или как уехать из аэропорта А просто взять и поехать домой на своем личном автомобиле На самом деле намного ближе, чем нам порой кажется И уже сегодня, на сегодняшний день можно купить себе личный самолетом мобиль Компания Терафуга Данная машина уже серийная, производится с 2015 года И имеет очень большую популярность в южной части Соединенных Штатов Америки Где их используют преимущественно фермеры для перелета от штата к штату Так это выглядит Машинка, она катается до 150 километров в час И в полете она развивает скорость до 250 километров в час Соответственно, преимущественно данного автомобиля Что его взлет и посадка сопоставили со скоростным режимом на высокоскоростной магистрали И, грубо говоря, при свободной трассе можно сесть и взлететь прямо с дороги То есть тут у нас показывается такое полудокументальное видео о том, как происходит весь процесс То есть автомобиль также работает на 95-м, либо на 92-м бензине Какое-то дополнительное техническое обслуживание ему не требуется Машина приводится в действие при помощи одного-две двигателя Что в самолетном, что и в автомобильном режиме Так, достаточно просто и непринужденно он заправляет машинку Приезжает на аэродром и готовится к взлету На данный момент выпущено уже порядка 20 экспериментальных машин 15 из которых уже были проданы И они вполне себе функционируют в руках обычных пользователей А там просто требуют бесплатно В течение года В течение года Игнется на берегу Данный аппарат оплатает с запасом хода до 800 км. Данный аппарат оплатает с запасом хода до 800 км. Данный аппарат изменяется угол атаки у крыла, и поэтому для взлета и для посадки ему требуется не больше 100 метров полосы, что является одной из самых коротких взлетов вообще у самолета. Сейчас эта компания работает над новым аппаратом. Название его TF-X. Он будет оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батареи от бытовой электросети. Общая мощность данного аппарата 500 л.с., максимальная скорость в воздухе 322 км в час. Расчетный запас хода от 800 до 1000 км. Также все механические элементы управления предыдущего аппарата будут заменены на электронные привода, что в разы повысит ремонтопригодность данного аппарата. Компания планирует эту машинку запустить в начале 2020 года, и также с 2025 года ее можно будет приобрести. Ну, собственно говоря, брав-брав-братья Райт были правы, отмахиваясь от скептиков, которые не давали им подняться в воздух и говорили, что они обречены на провал. Точно так же и молодые стартапы сегодняшнего времени, которых все больше, которые все быстрее приближают тот день, когда мы сядем и полетим по воздуху с такой же непринужденностью, как мы это делаем на личных автомобилях сейчас. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.